раннее утро 5 сентября 2019 года четверг вот показать какая красота светит солнце это мы на камагорье так лагерный пруд и вот там везде туман туман как будто красота я думаю как первые люди которые русские люди селились здесь как они на все это смотрели красота они не знали что это предвестник зимы все начинает отмирать вот она где вот вчера крест который был он на нем теперь уже мы можем увидеть лес это можно было бы на дамбу подняться а если на дамбу подняться то там или туман бы рассеялся надо и вот крест поставили здесь около скамейки вот она скамейка потом крест там колючая проволока показать терновый венец это для крещения тут было там видно видно какая тень большая а это бывший лагерь теперь музей комплекс для бедных лагерей мы покажем что вчера делали ничего не засняли но показать работу а что означает что тень большая тень большая означает рано утром солнце еще низко над землей а когда на вертикально над головой будет тени совсем не будет или один шаг и вот мы помню с отцом пасем а часов то нету надо тень замерить ему дата до туда тень допустим вон тень я сейчас замерил ну а чего верить когда она длинная а вечером она прибавляется солнце не зайдет на защитах освещает шесть шагов а послед они как сейчас они крутятся на одном ты таки андреяшин лох где там озеро есть это нормально каждый день и там дальше еще распространяли отсюда не гоняли никогда не знаю почему тут овечек пасли свиней свиней два стада было овечек несколько отар это маленький маленький поселок был там сто шестьдесят девять семей поселок потеряевка здесь все абсолютно было две пасеки конная ферма кони специально для красной армии были фондовские назывались к сейчас помню одна такая сиза была соврасая на ней нельзя было не ездить ничего я берегли и кормили она такая вот вспоминается все а сегодня посмотрел на это вот эта тень шесть часов шесть шагов то есть гардону оттуда надо гнать домой потихоньку я должен быть впереди эти коров придерживать он потихоньку подгоняет и как раз вовремя приходит часов не было если солнце затощими но все равно где-то пробивается и бывает такая слабая тень отец стоит вот так вот чтобы там видно было до какого а вот до этого пустика так 1 2 4 нет еще рановато мы все это запоминали вот а потом уже стали более цивилизованная там тополь а тополь где где вот кажется не на живет шадрина и там большие это поля были а там как возвышение и кто-то же сделал такое шестом залезли поди привязали и поднимать флаг красный искать пара 6 сколько там часов 6 часов это и отец когда ну-ка посмотри еще не там подняли флащок он флащок называл нету забыли ну ладно погнали я от однажды кто-то где-то сказал что надо пасти ночью днем пасти коров надо и ночью что больше было молока все решение пришло пасти и отец меня взял с собой комар заедают у меня вот такой дождевик брезенты вот это баллоневый так ну это ценность была золотая он меня прикрывал и коровы как-то будешь пасти ну-ка посмотри там не ушли куда туда опять не ушли куда меня сбегаю да нет лежать мы учат и поднимать нам чтобы летит гели это будки очевидно стаи собирают еще рано и но никакая огромная стая но там и лишь у полста он растянулись они могут повернуть сюда я-то и там стреляют убежище их не было поскольку ну нынче выстрелки не было то выстрел прямо здесь были мы выставляем сразу кто хорошо работал теперь передовой тракториста трактор на те и был почему на те что-то обозначало это ему давали маленький красный флажок прямо вверху на радиаторе там где вставили на закрыты где и он с этим флажком значит где-то его отмечали ему что-то добавляли отец скажет вот работает флажок ему дали вот это рассказывали я все думаю почему мне отца никуда не избрали там неграмотный был придет и скажет а вот неправильно они делают вот там председатель колхоза был он не уважал блатов иван андреевич могила его здесь и на фронт его не взяли по какой причине не за называется броня под бронью броня защите его брать нельзя и он председатель колхоза был какой он был я не могу сказать для меня он был хороший я у него заметил голубка голубь одержал я пришел в каком классе втором или когда был пришел и попросил и он мне отдал 2 летит это другая поменьше а летят в обратную сторону не на юг им надо сейчас хорошо напитаться они могут на рыжковском рыб это везде хватает я вижу сбиваешь меня ну вот так видишь вот крест пойдем с этой стороны зайдем чтобы его было хорошо видать я не знаю сколько но пасти больше не стали видимо тут же не доставишь ей надо пережевывать она есть корова а потом отрыжку делает пережевать у нее специально там внутри мешок такой есть камера и она ночью лежит зует жвачь это не жвачка на отрыгает там она уже более-менее мокрая такое вот посмотри какой он крест как красиво выглядит теперь закопали сначала стол почти метр в глубину а то вчера все ничего мы не засняли показали сейчас пойдем рыбу ловить поднимается в пар поднимается там где ну вот там поднимается там понятно лук там бывает вода а то сегодня у нас поднимается там где вообще ничего никогда не бывало ну более-менее такое место при внизу все такие воспоминания а потом отсюда ли лошадь а он с одной рукой под плечо нету с фронта он начал говорить с фронта пришел и он на лошадь то как ему залазить тоже неудобно а я на коне и вот этого председателя колхоза который был то отец и говорит он обманул кого-то там обманул отца награди наградили награду дали сапоги не ботинки сапоги потому что как он зашнурует одной рукой то сапоги натянет и дал ему первый секретарь райкома партии суковацин кажется отец называл его и вот когда отец опять был вызван за хорошую там работу у него нет падежа всем дояркам говорит когда корова огулялась то есть совокупилась с быком то есть когда ждать теленка а за это насчисляли ему их то доярки все это знали он горит ну как сапоги тихон дмитриевич какие сапоги но вам награду выписали сапоги не знаю да как же председателю дали а он их надел председатель и ходит у них блатов иван андреевич что сделаешь отец говорят вот видишь как поступил броня на фронте не был для отца на фронте не было этого человеку уже что-то у него не ладно вот у мамы три брата макарих пиларет эмануил там где-то 19 21 23 года бригадирами были всех взяли все погибли у меня были письма от них с фронта и когда меня арестовали они переплетены были письма все сожгли как говорят в прокуратуре мне так обидно это единственная память о дядях они меня на руках держали а с 39 года взяли то 41 мне уже два года было они на тракторе работали три брата все погибли вот другой был под броней прятался дескать бог его знает судить как главное что отец на фронте был и потерял руку под смоленском теперь узнали нашли в интернете где он там был отец награда какая ему было это марк нашел калашников кто он будет внук отцу моему отец гордора дорога буш я посмотрел правда там есть где-то отец был связным таска там себе сведения какие-то но там и громили я потом прочитал как они на кладбище были там какая-то рота или что и налетели там буквально покойники летели из могил два человека осталось только раненых остальных побили и это все и теперь нашел подтверждение руку-то оторвало немного пока повезли на юг а с юга то толкнули в красноярск и у меня есть подозрение что окончательную операцию ему отрезал руку и прочее в бой на ясеневске лука в это время был я сравнил как это и он там как раз работал и отец говорит надо чтобы кровь работал горды дают там спирту или водки стакан прямо потом а потом пришел это мне не дали сегодня газа над себе в зеркало посмотри я посмотрел у меня рожа красная такая тебе хватит тебе аппетит хороший а то все вспоминаешь как это жизнь которая не за окошком где-то прошла и два солнца входит мы уже на поле вспоминая осеньком сейчас тут холодно нет и спасение как корова оправится лепешки называется она теплая такая заскощишь и стоишь а теперь говорят это очень полезно для ног вот понимаешь как как это даже в этой бедности коровы держишь а молока нельзя было из его весь сдавать надо в план было а нам обратно давали обратно отработаны от сливок обратно отец фронтовик 10 детей и бабка то есть мать мать филарета мануила макария никакой льготы не было все в план забирали жестоко это было пошли